С начала года внедрена новая социальная выплата для работников предприятий с вредными условиями труда. Как оформить получение заявки на такое оказание помощи со стороны государства? Сколько и с какого времени можно получать такую компенсацию? Депутаты областного Маслехата совместно с представителями госорганов посетили Павлодарское предприятие «Кастинг», где встретились с работниками этого предприятия. На сегодня, по данным Единого накопительного пенсионного фонда, в период тысячи порядка 300 предприятий, где почти 57 тысяч работников заняты во вредных условиях труда. Обязательным условием назначения помощи от государства являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ не менее 7 лет. Чтобы получить эту специальную социальную выплату, работник должен по согласованию с работодателем оформить перевод на другую должность, не связанную с вредными условиями труда, или самостоятельно разорвать профессиональные отношения. Когда вы только подали заявление на назначение специально работодателю, на заявление на расторжение трудового договора, дальше уже, если ваш телефон зарегистрирован в базе данных, к вам будет приходить сообщение от 14.14 в колл-центр. Сначала вам придет сообщение, согласны ли вы на обработку ваших сведений. То есть без получения этого согласия мы не можем дальше проводить с вами, проводить процесс назначения. То есть вы должны дать нам согласие на обработку ваших данных. Дальше, получив ваше согласие, мы уже необходимую информацию притягиваем из информационных систем. На сегодняшний день информационные системы государственных органов, они интегрированы. То есть вы уже знаете, да, когда обращаетесь за назначением пособия, вы уже удостоверение личности с собой не носите, правильно же, да? Поэтому все документы, которые необходимы, мы берем из централизованной базы данных. Вот, через интеграцию. Потом придет вам сообщение о выборе вашего банковского счета. Вы даете согласие, да, согласны. Да, подтверждаете. Потом придет вам согласие. Будете ли, желаете ли вы получать выплату из единого накопительного пенсионного фонда? Вы тоже должны будете ответить, да или нет. Потому что вот эти вот три выплаты из четыре МРП, из трех источников выплаты, они идут автоматически, а ваши средства на едином накопительном пенсионном фонде – это ваши личные средства. Поэтому мы берем от вас согласие. Выплаты будут осуществляться до достижения пенсионного возраста. Затем пойдут пенсионные выплаты по возрасту, база пенсионного выплата и накопительная пенсия. Можно ли самому подсчитать сумму выплат? На сайте ЕНБЕК-КЗ, если перейти в вкладку ЧАР ЕНБЕК, если есть представители кадровой службы или бухгалтеры, они меня поймут. И с помощью электронно-цифровой подписи там активизируется человек, то выйдет окно «Предварительный расчет на специальное государственное пособие». И там будет несколько строчек. То есть, в первую очередь, это сколько у вас месяцев по перечислению обязательных профессиональных пенсионных взносов. Все-таки не есть у вас или нет. Но ЕНБЕК-КЗ интегрировано с нашей базой данных, поэтому там данные достоверные. Далее, выплата из республиканского бюджета, от работодателя, от страховой. Ну, там суммы понятны. И, соответственно, выплата с единого накопительного пенсионного фонда. То есть, кроме того, что мы здесь можем вам просчитать, кому-то индивидуально показать, также и каждый сам лично, так как это конфиденциальная информация, может перепроверить свои данные с помощью электронно-цифровой подписи. На все вопросы были даны ответы. Встреча получилась очень познавательной, говорит работница кастинга Галина Сон, которая, кстати, по возрасту может воспользоваться правом на выплату. Производство у нас вредное, я давно здесь работаю, и я для себя узнала, что имею право на выплату вот этой социальной пенсии. Это было самое главное, что я услышала для себя. Это очень важно. Многие люди информационно не подготовленные. Это очень важно, что спасибо всем, что приехали, что нам всем все по полочкам разложили, рассказали. Представители депутатской группы «Инбек», созданной в Лобостовом-Масихате, уверены, что такие встречи нужны как работодателям, так и самим работникам. Руководители госорганов рассказали о том, из каких источников есть выплаты спецспособий. Сразу же посчитали их приблизительную сумму выплат. И мы думаем, что наши работники все, в связи с тем, что это здоровье наших работников, они дома не спеша все посмотрят эти выпуски, подумают и примут решение о том, выйти или сейчас на пенсию, или сейчас 55 лет возрастить, или поработать дальше. Новая 127-я Прим-3 статья в Тодовом кодексе о профессиональных выплатах работникам, занятых на производстве с вредными условиями труда, в принципе, понятна. Хотя споры наверняка возникнут, но представители примирительного центра Таталусы-Оталага готовы прийти на помощь. Здесь консолидируются силы руководителей государственных органов департамента управления труда, Министерства труда и социальной защиты и единого накопительного пенсионного фонда. Кроме того, мы, как представители территориального объединения профсоюза Павлодарской области, примирительного центра, разъясняем те спорные вопросы, как их можно разрешить, минуя судебные инстанции. То есть это путем обращения в согласительную комиссию или путем использования медиации. Зачастую работник может обнаружить, что у него отсутствует перечисление обязательных профессиональных взносов, что создаст ему препятствие для получения этой выплаты социальной. На сегодня уже более 100 жителей Павлодарской области подали заявки на получение специальных выплат за работу во вредных условиях труда. Мурат Ибиномашид, Алексей Мехедов и это Сахпарат.